Всем привет! Я думаю, у вас часто было желание установить вторую систему, если у вас нет второго ноутбука. Например, когда у вас стоит Windows 11, а для игр, если у вас там плохо идут игры, Windows 10. Либо же, когда у вас основная система Windows 10, а вы хотите попробовать Windows 11. И вы думали, как же это сделать? Это наверняка не элементарно, а оказывается все крайне просто. Для начала нам нужно подготовить раздел. Я думаю, учить, как это делать, не сильно-то и стоит. Как это делать, то у меня системный раздел 40 гигабайт, вот у меня есть второй раздел на 30 гигабайт. И нам нужен он пустой, то есть на нем ничего не должно быть, потому что он будет потом отформатирован. Вторым делом нам нужно скачать сам образ и желательно его либо смонтировать на флешку, либо просто хотя бы его скачать. Смонтировать его, записывать на флешку, да и сам флешка нам не обязательно абсолютно. То есть мы можем скачать просто Windows, вот например, даже на моем сайте. У меня вот есть десяточка для слабеньких пекарень. И самое важное, если у вас Windows 7, то вам нужно писать на флешку. Если у вас там какая-нибудь 8.0 или 8.1, то тоже желательно. Если у вас Windows 10 или Windows 11, вы можете эмулировать спокойно ISO образы, никаких ошибок при открытии у вас не будет. То есть просто нажимаете два раза по ISO образу и у вас он замонтируется как CD или там DVD диск, что кстати очень даже удобно и при установке системы мне это раньше часто надо было. Я извиняюсь за такие глупые текста, потому что я пишу ролик без сценария, но я стараюсь как можно больше разговаривать, чтобы не делать таких пустых моментов. По сути можно качать и с официального сайта Microsoft, тут абсолютно разницы никакой, просто здесь десятая меда немножко чуть-чуть обрезная. Хочу сказать важную вещь, которую я понял на своем опыте. Если вы хотите даже вот увеличить или уменьшить там разделы и создать новый, жмете там управление дисками, там правой кнопкой мыши по пуску. Дальше вы там переходите на раздел CM, потом жмете там сжать том, потом он выбрасывает остальную память, которая там остается. И у меня однажды после такого система откисла. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать сторонний софт, к сожалению ссылку в описании я наверное оставлять не буду, а если буду, то это наверное на официальных сайтах. Могу посоветовать точно EZAS Partition Master, это крайне хорошая программа, я не пользовался, ну не всю жизнь конечно, но года полтора. Но там скорее нужно так сказать Pro версия, так как бесплатная версия разрешает делать только одно действие вообще за все время. Также могу посоветовать Mini Tool Partition Wizard, я точно не знаю как там с разрешениями, но в моей Windows PE по крайней мере это можно делать бесконечно. Также там есть всякие Acronis диск директоры, но после Acronis у меня в 10 видео пуск переставал работать. В общем ждем когда у нас докачается образ. Вот наша Windows скачалась, теперь перейдем к самому процессу установки. Но перед началом я бы хотел попросить вас подписаться на мой канал, так как у меня есть цель 1000 подписчиков до нового года. В общем кликаем просто два раза по файлу образа диска, на Windows 11 это может висеть минут 5, 10, 15, 20, а может вообще не висеть если у вас там Windows 10. В общем надо просто ждать. Так, спустя некоторое время у нас наконец-то появился диалог, нажимаем открыть. Вот у нас есть папка sources, пару раз нажимаем на букву S с включенной английской раскладкой, либо находим просто setup.exe. Открываем его, это у нас старый инсталлятор, так сказать. Тот что в корне находится мы его не трогаем, потому что это новый инсталлятор, он нам никак долбут сделать не даст. Нажмем как обычно, я не знаю если у вас есть ключ продукта, вводите его, если нету, то не вводите. Принимаем условия, далее, выборочное. И теперь просто выбираем раздел, который мы специально подготовили, вот у меня Windows 10. Теперь просто нажимаем далее, дальше уже все крайне элементарно, дальше нужно будет просто настроить систему. Когда у вас выйдет эта перезагрузка, у вас появится менюшка dual boot. Нам нужно будет выбрать Windows 10, либо же вот система, которая у вас ставится. Она у вас установится по умолчанию, я потом покажу как поставить по умолчанию систему, которая вам изначально нужна была. Вот мы перезагружаемся, вот у меня старый загрузчик, у вас будет то же самое. Мы здесь выбираем установка Windows. Дальше нам нужно опять ждать, потому что теперь счет будет с 20 идти, там до 100. Потом завершение, потом установка устройств, драйверов, я эти все моменты пропущу. Это полностью автоматически. У нас снова пошла перезагрузка, дальше мы снова выбираем Windows 10, ну или опять же какую систему вы ставите как вторую, и мы должны ее донастроить до конца. Вот у нас вылезло, подождите, я на своем примере показал 20h2 десятку. Просто вводим свой регион, соглашаемся, клавиатуру соглашаемся, пропускаем. У нас английская сама добавится. У меня нет интернета. Продолжить ограниченную установку. Дальше вводим имя наше. Пароль по желанию, но я пробел просто оставлю, чтобы не было пароля. Здесь желательно все галочки снимать, чтобы за нами не следили, рабочие высоты, вы не скринили. Тоже принимаем это все. С нашей стороны все. Система установлена, остается только драйвера ставить. Для установки драйверов я могу посоветовать программу Driver Hub, хотя она иногда определяется как вирусы. В основном драйвера, кстати, устанавливаются и сами системой, но вам нужно включить Wi-Fi для этого. Также могу посоветовать SDI, но это довольно сложно для моего понимания программы. Но какие-то другие аналоги тоже могут для этого быть. Вот нам вылезло почти готово. И наша система установилась. Давайте прямо из-под этой системы вернем по умолчанию нашу основную систему. Открываем WinR, пишем ms-config. Вот он у нас. Дальше. Переходим на входку загрузка. И здесь у нас вот система. Выбираем нашу основную систему, ставим использовать по умолчанию. Ну и, кстати, можете поставить таймаут 3 секунды, чтобы у вас на выбор давалось 3 секунды. Теперь жмем ОК и перезагружаемся. Вот у нас запускается ноутбук. И у нас сразу же выделена Windows 10. И она у нас полноценно запускается. Никаких конфликтов или проблем у нас быть не должно. Вот как вы видите, теперь у меня в проводнике есть этот раздел с Windows 10. И эти системы по умолчанию можно вообще шаманить, как угодно ставить. Хоть переименовывать, но через EasyBCD. Есть такая программа, можете скачать, попробовать. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok